Новые разборы ЕГЭ и ОГЭ. Каждую неделю. Всем привет! Меня зовут Павликов Андрей. Сегодня разбираем 26-й вариант ОГЭ по математике. Ребята, вы часто спрашиваете, как подготовиться к экзамену по математике. Я предлагаю вам на выбор две модели. Можно готовиться самостоятельно, а можно с моей помощью. У меня есть обучающий курс ОГЭ с нуля. По всем 20 задачам первой части. И серия обучающих курсов ОГЭ на высший балл. По всем задачам второй части. В предыдущем видео я подробно рассказал об обеих моделях. Кто его не видел, рекомендую посмотреть. И моя личная просьба. Проявляйте активность, ставьте лайки, комментируйте, делитесь моими видео друг с другом. Кто еще не подписался на канал, подписываемся и переходим к разу про задачи. Числа, дробная часть которых имеет значение 10, 100, 1000, 10 тысяч и так далее. То есть единицы и сколько коверей можно записывать в другом виде, в виде десятичного коверя. При этом целая часть отделяется от дробной запятой. Давайте посмотрим, как это работает. 3,7. Какова целая часть? 3. Какова дробная? 7 десятых. Мы отделяем числа 3 и 7 запятой. При этом после запятой должно быть столько цифр, сколько нулей в замерах. Затем сейчас 1,0. У числа 10 ровно 1,0. Значит и ровно 1 цифра должна быть после запятой. 5,12. Смотрим. Целую часть 5. 1 ровно 1. Найти значение числового выражения. У нас сумма двух обыкновенных дробей с разными издумательными. Приводим к общему. 25 на 2 умножаем, получаем 50. Значит, первую дробь и числитель издуматель умножаем на 2. Получаем 28,5. Вторую дробь и числитель издуматель умножаем на 25. Получаем 75,5. А теперь складываем числители. 28 плюс 75 это будет 103. А знатель без изменений. Давайте домножим на 2 и числитель издуматель. Зачем? Чтобы получить 206,00. А теперь выделяем целую часть. 200 делим на 100 это будет 2. И соответственно еще остается 6,00. А теперь давайте произнесем 2,06. И запишем этот ответ. 2,06. Номер 2. Ее условия у вас на экране. Используя данные, представленные в таблице, определите, в какой категории относится яйцо массой 43,9 грамм. Смотрим. Менее 45 граммов у нас. Значит, третья категория. А третья категория это вариант ответа номер 4. Номер 3. Какой из данных чисел принадлежит к промежутку от 5 до 6? Смотрим. Все числа у нас иррациональны, а числа 5 и 6 целые. А давайте их представим тоже в виде корней. Что такое 5? 5 это корень из 25. А что такое 6? А 6 это корень из 36. И теперь нам нужно найти то число, стоящее под знаком корня, которое между числами 25 и 36. Смотрим. Такое число одно. Это число 28. Значит, правильный ответ номер 3. Номер 4. Найти значение числового выражения. Смотрим. У нас с вами степени. Причем все основания одинаковые. Значит, можно сразу применять формулу. По которой, если мы перемножаем две степени, то показатели складываются. Значит, 15 плюс минус 8. А когда делим, вычитается. То есть еще минус 5. Раскрываем скобки. Получаем 15 минус 8. Это 7. И 7 минус 5 это 2. Значит, получаем 11 степени 2. А это по определению означает, что мы число 11 умножаем само на себя. То есть, получаем 120. Вот такой ответ. Номер 5. Ее условия у вас на экране. Итак, определить наибольший курс евро в рублях в период с 5 по 18 сентября. Значит, нам нужно найти самую высокую точку, но не на всем графике, а только с 5 по 18 сентября. Смотрим. Это точка 13 сентября. И курс был ровно 69 рублей за евро. Значит, ответ 69. Значит, номер 6. Есть решить уравнение. И если уравнение имеет более одного корня, то в ответе написать наименьшее. Так, смотрим на с вами уравнение квадратное. Что нам требуется сделать? Чтобы в правой части был 0, 2х перенести в левую. Получаем х квадрат минус 2х минус 15 равняется 0. Вычисляем дискриминат. Минус 2 в квадрате это 4. Минус 4 умножить на 1 и на минус 15. Это будет плюс 60. Получаем 64. И это квадрат числа 8. Значит, первый корень будет равен чем 2. 2 плюс 8 пополам. Если делим на 2, получаем 5. А второй корень 2 минус 8 пополам. В числителе минус 6. Делим на 2, получаем минус 3. Из двух корней отрицательные, конечно же, меньше. Поэтому в ответ записано число минус 3. Спортивный магазин проводит акцию. Любая футболка стоит 200 рублей. При покупке двух футболок скидка 80% на вторую футболку. Сколько рублей придется заплатить за покупку двух футболок в период действия акции? За первую платим 200, а на вторую получаем скидку 80%. А раз мы получаем скидку 80%, значит мы покупаем футболку всего лишь за 20%. А что такое 20%? Это 20 соток. А раз это 20 соток, то чтобы найти цену второй футболки, мы должны 200 умножить на 20 соток. Сокращаем на 100 и получаем 2 умножить на 20. А это 40 рублей. 40 рублей стоит вторая футболка. Первая 200, а в сумме 240. 8. Ее условия у вас на экране. Определить по диаграмме, сколько примерно людей возраста от 51 до 64 лет проживает в России, если население России стоит 146 миллионов человек. Смотрим, этот возраст на диаграмме получается сектор клетчатый. Клетчатый сектор, меньше четвертой части, но не сильно. Например, 20%. Примерно 20%. Так, 20% нам нужно найти от 146 миллионов человек. Что такое 20%? Это 20 соток. Значит, 146 нам нужно умножить на 20 соток. Что здесь нам проще сделать? Сократить сразу на 20. Получаем 146 умножить на 1 пятую. Или что то же самое, 146 разделить на 5. Делим 146 на 5. Столбик. Берем по 2. Вычитаем 10. 46 делим на 5. Берем по 9. 5 у 9, 45. Вычисляем, получаем 1. Деление целой части закончилось. Приписываем запятую. А здесь, соответственно, 0. 10 делим на 5. Получаем 2. Все. Получается примерно 29,2 миллиона. А теперь смотрим, какие ответы нам предложили. Около 5, около 15, около 30, около 60 миллионов человек. Самый подходящий для нас это около 30. Вариант ответа номер 3. Вариант ответа номер 9. В лыжных гонках участвуют 11 спортсменов из России, 6 спортсменов из Норвегии и 3 спортсмена из Швеции. Порядок, в котором спортсмены стартуют, определяется жеребием. Найдите вероятность того, что первым будет стартовать спортсмен из России. Вероятность такого события – это отношение числа благоприятных исходов к общему числу исходов. Сколько всего спортсменов? 11 плюс 6 плюс 3. Это число мы пишем в знаменателе дроби. А сколько из них из России? 11. Значит, ответ готов. Осталось его аккуратно упростить. Итак, числители числа 11, знаменателе 17 плюс 3 – 20. 11,20. Дробь обыкновенная переводим в десятичную. Давайте предварительно домножим на 5 и числитель знаки. Получим 55 сотых. А теперь еще раз пронесем 55 сотых. И вот это записано 0,55 сотых. Номер 10. Ее условия у вас на экране. Требуется установить соответствие между графиками функции и формулами, которые задают. Смотрим. Три графика – три линейные функции. Смотрим. Три формулы – три линейные функции. Видим. Два графика – это возрастающие. А один график – это убывающие. Прямая возрастает, если старший коэффициент, коэффициент при х положительный. И убывает, если он, соответственно, отрицательный. У нас с вами отрицательный коэффициент. Минус две пятых только у третьей формы. Значит, графику В соответствует формула номер 3. Теперь дальше. Давайте возьмем х, равное 0. И посчитаем, чем будет у равен в первой и второй форму соответствия. В первом случае 2, во втором – минус 2. А теперь смотрим. На первом графике, если мы найдем точку с абсциссой 0, то ординатор равна 2. А значит, это формула номер 1. А на графике В у точки с абсциссой 0 ординатор равна минус 2. Значит, это как раз формула номер 2. Вот он в соответствии. 1, 2, 3. Значит, ответ 123. В соответствии номер 11. Ее условие у вас на экране требуется найти В третья. То есть, третий член последствий. Мы с вами знаем первый и правила, по которым образуются все последствия. Чтобы найти третий, нужно найти второй. Ищем В вторую. А это значит, что в качестве n мы берем единицу. 1 плюс 1, это 2. И подставляем минус 1 деленное на В первое. А В первое мы с вами знаем. Это просто 3. Получаем минус 1 третье. Теперь В третье легко вычисляется. Это будет минус 1 деленное на В второе. А В второе мы только что нашли. Получаем минус 1 деленное на минус 1 третье. Минус на минус дает плюс. Разделить на 1 третье это все равно, что умножить на 3 первых. Получаем просто 3. Это и есть ответ. 12. Найти значение выражения при условии, что x равен минус 1 двадцатый. Давайте раскроем все скобки и преобразуем данное выражение. У нас с вами квадрат разности. Это x квадрат минус удвоенное произведение, то есть минус 14x. И плюс квадрат числа 7, то есть 49. Минус умножаем x сначала на 6, получаем 6x, а потом на x. Минус x квадрат. Теперь x квадрат и минус x квадрат это просто 0. Минус 14 минус 6 это будет минус 20. Минус 20x. Ну и плюс число 49. Все, теперь можно вместо числа x поставлять минус 1 двадцатый. Получаем минус 20 умножить на минус 1 двадцатый и прибавляем 49. Минус на минус дает плюс. 20 и 20 сокращаются, остается просто единичка. Которым мы прибавляем число 49 и получаем окончательный ответ ровно 50. 13. Ее условия у вас на экране требуются найти энергию конденсатора. Смотрим. У нас там есть формула и значение двух переменных. Подставляем и находим. Итак, c у нас 10 степени минус 4, а u это 8. И мы сами что должны сделать? 8 в квадрате это просто 64. Получаем 10 степени минус 4 умножить на 64 и делим на 2. Сокращаем на 2, остается 10 степени минус 4 умножить на 32. А что такое 10 степени минус 4? Это 1 деленное на 10 степени 4. Получаем 32 деленное на 10 степени 4. А 10 в четвертой степени это 4 умножить на каждое из которых равен 10. И получаем единицу с четырьмя нулями. 32 десятитычных. Так это же готовый ответ. Берем его и записываем в виде десятичной дроби. 0,32 десятитычных. Сокращение номера 14. Указать решение системы неравенств. Давайте решим каждое из двух неравенств по одиннадцати. Первый неравенств. Минус 35 плюс 5х меньше нуля. Переносим число минус 35 в правую сторону. Получаем 5х меньше 35. Теперь делим на 5 и получаем, что х меньше 7. Есть. Первый неравенств решили. Второй неравенств решаем. 6 минус 3х больше минус 18. Переносим 6 в правую часть. Получаем минус 3х больше, чем минус 18 минус 6. То есть минус 24. И делим на минус 3. При этом знак неравенства меняем на противоположный. Получаем, что х меньше 8. То есть у нас х должен быть меньше 7 и меньше 8 одновременно. Но это только такие х, которые меньше 7. Находим подходящее нам решение. А вот оно. Все х, лежащие левее точки 7. Значит, вариант ответа номер 2 это наш. Человек ростом 1,9 метра стоит на расстоянии 24 метров от столба. На столбе на высоте 7,6 метра висит фонарь. Найдите длину тени, которую отбрасывает человек. Ответ дайте в метр. Если мы с вами сделаем картинку, то увидим два подобных треугольника. Маленький и большой. А значит, их стороны пропорциональны. Во сколько раз стороны большого треугольника больше сторон маленького? Давайте посмотрим. 7,6 нужно разделить на 1,9. Это все равно, что 76 делит на 19. А это ровно 4. Значит, горизонтальный катет в 4 раза больше горизонтального катета малого треугольника. Но горизонтальный катет большого треугольника это не 24, а это 24 плюс x. Значит, 24 плюс x мы с вами делим на x и должны получить ровно число 4. Домножаем на x обе части уравнения, получаем 24 плюс x это 4x. Переносим x в правую часть и получаем, что 24 равно 3x. Делим на 3 и получаем 8 равно x. Значит, x равен 8. Ну, а значит, это и есть ответ, который мы с вами искали. Номер 16. Сторона треугольника равна 18. А высота, пройденная к этой стороне, равна 17. Найдите площадь треугольника. Все, что нам с вами нужно сделать, это написать форму площади. 1,2, а умножить на h. Где а это сторона, а h это высота к ней пройденной. И подставить два данных числа. 1,2 умножается на 18 и на 17. 18,2 сокращаем на 2, получаем 9 умножить на 17. Но это считается узлом. 10 умножить на 17, это 170. И мы считаем один раз 17. Получаем 153. 17. В треугольнике ABC известно, что AC равно 12, BC равно 5, угол CR90 градусов. Найдите радиус, описанный около треугольника окружности. Вспоминаем, что центр окружности, описанный вокруг прямоугольного треугольника, вот этот угол прямой. Это есть просто середина гипотенузы. А значит, AO и BO это радиусы, и каждый из них равен половине гипотенуза. Значит, нужно найти гипотенуза. А ее мы сами можем найти по теоремике Фагора. AB в квадрате равняется AC в квадрате плюс BC в квадрате. То есть квадрат гипотенуза равен сумме квадратов катетов. Подставляем 12 в квадрате плюс 5 в квадрате. Это 144 плюс 25, то есть 169. А значит, это квадрат числа 13. Но отсюда радиус будет равен чему? 13 делим на 2. Получаем 6,5. Все, задача решена. 18. Диагональ BD, параллограмма ABCD, образуется с его сторонами углы равны 65 и 80 градусов соответственно. Найдите меньший угол параллограмма, а ответ дайте в градусах. Давайте сразу поймем, что угол B легко считается. Это будет 65 плюс 80. Это будет 145 градусов. А угол D, противоположный угол параллограммы, равен углу B. Сумма этих двух, угла B и D, соответственно, будет равна 145 умноженное на 2, то есть 290. А сумма всех углов параллограммы равна 360. Значит, угол A плюс угол C, это 360 минус 290. То есть 70. Но углы A и C между собой равны. Значит, каждый день равен половине от 70. 70 делим на 2, получаем 35. Итак, у нас углы по 145 и по 35. Меньше, конечно, 35. Значит, ответ 35. 19. И условия у вас на экране. Требуется найти длину средней линии трапеции. Средняя линия – это отрезок, соединяющий середины боковых сторон. Соединяем и получаем отрезочек в серединке и считаем длину его в клетчиках. 1, 2, 3, 4, 5, 6 клеток. Значит, ответ 6. Какое из следующих утверждений верное? Первое. У любой трапеции боковые стороны равны. Это неверно, поскольку боковые стороны равны только у равнобедренной трапеции. Второе. Середины и перпендикуляры к сторонам треугольника пересекаются в точке, являющейся центром окружности, описанной около треугольника. Это в точности оно и есть. Верное утверждение. Третье утверждение. Если две стороны и угол одного треугольника равны, соответственно, двум сторонам и углу другого треугольника, то такие треугольники равны. И это неверно, поскольку признак гласит, что две стороны и угол между ними. А если об этом внесло, значит, это утверждение неверное. Значит, верно только одно. Второе. Значит, ответ 2. Все задания первой части мы с вами разобрали. У кого они получаются самостоятельно, тот молодец и может переходить к разбору сложных заданий второй части. Но у кого они не получаются, рекомендую к изучению свой обучающий курс ОГС нуля. Второй части. Сегодня полностью повторяет задание второй части предыдущего 25-го варианта. Условия задач у вас на экране. Рекомендую разобраться с ними самостоятельно. Если получится, вы большие молодцы. Если не получится, смотрите предыдущий 25-й вариант. И как обычно, моя личная просьба. Проявляйте активность. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Делитесь моим видео друг с другом. До экзамена остается немного времени, но еще можно успеть подготовиться. Кто еще не подписался на канал, подписываемся. Увидимся.